Бразилия Настоящий холод Больше недели температура Минус 5, минус 10 Почти в сотни городов выпал снег Чрезвычайное положение Закрыты школы и автотрассы Бездомные замерзают насмерть Неделю спустя Бразильский снег растаял Но откуда он взялся И каких еще аномалий ждать Изменение климата Главная новость по всей планете Что происходит с погодой? Только за последний год Мы получили целую серию сообщений О катастрофических рекордах Наводнение в Преамурье Реки вышли из берегов Затопив тысячи домов Из-за невиданной силы дождей Такого не было 120 лет Гигантские торнадо в Америке В Оклахоме Самая большая в истории воронка Диаметром более 4 километров Скорость ветра 320 километров в час Кирпичные дома рушились как картонные Здесь в Москве Самый снежный март за полвека Город в чудовищных пробках Из-за нежданных весной сугробов Наконец сентябрь Самый дождливый за 100 с лишним лет Не должно быть так мокро в это время года Что происходит? Все больше научных исследований предсказывают Глобальное потепление скоро сменится По холоданию А между ними еще будет зона турбулентности Нам всем вместе с планетой Земля Предстоит пережить удивительное и пугающее превращение Чтобы сделать этот фильм Нам пришлось совершить кругосветное путешествие И мы нашли людей, для которых изменение климата Не абстракция, а глубоко личное дело Вот наши главные герои Мигель Торрес, Испания Потомственный винодел Увлекается русскими историей и языком На вкусе собственных вин ощущает глобальное потепление Любовь Кармадонова, Якутск Повышение температуры разрушило ее дом, стоящий на вечной мерзлоте Джон Барнс, Гавайи Много лет измерениями газов доказывал теорию всемирного потепления А теперь в ней сомневается Андрей Прошутинский, русский американец, океанолог Изучает полярные льды и видит в их поведении нечто такое Что сулит нам скорое и сильное похолодание Александр Беляев, Россия, метеоролог Знает, как погода может убивать целые народы и менять политические режимы Правительство Норвегии построило хранилище судного дня Чтобы собрать семена со всего мира на случай климатической катастрофы И Мария Дьякова, Мордовия, пенсионерка Сумела подружиться с холодом Уже много лет спит только на улице И говорит, что вылечилась так от рака Подмосковье, к западу от столицы Известная всей стране Рублевка Новости из здешних лесов словно сводки с фронта Где главный враг – въедливый жук Длиной всего в несколько миллиметров Заборы и охрана бессильны Он оккупировал уже 50 тысяч гектаров Это дачи олигархов и резиденции первых лиц государства И вот именно в Петровых Дальнем И именно в Соснах Я говорил о тех тысячах деревьев Которые подвержены были нашествию Жуков-караедов И то же самое Есть такой у нас крупный пансионат лесных дали Это Рублево-Знегородский Вот там Это огромная проблема Именно там 12 тысяч деревьев Собственно, народ подверлось нападению Под еловой корой словно карта военных действий Это ходы караеда Исполинскую ель убивают всего 200 крохотных жучков Ток питательных веществ прерывается И дерево засыхает Эпидемия началась после аномального лета 2010 Когда растения оказались истощены долгой засухой И продолжается до сих пор Потому что погода теперь более благоприятна для караеда Именно благодаря тому, что летом стало чуть-чуть суше и чуть-чуть жарче И он стал выводиться гораздо более успешно Размножаться сильнее И это привело к катастрофическим последствиям Для лесов Подмосковья и для всей европейской части нашей страны Якутия Известно своим полюсом холода Но последнее время рекорды случаются летом В июне этого года в Якутске зафиксировали плюс 42 Таких цифр тут просто никогда не было Средняя температура за 10 лет выросла на целых 3 градуса Впоследствии оказались неожиданными и неприятными Приехали домой, положили детей спать И дом начал рушиться Только детей двоих успели вытащить с кровати И все, и сразу две комнаты упали Этот дом на улице Бабушкина разрушают до конца техникой Но убило его глобальное потепление Якутск один из крупнейших городов в мире Построенных на вечной мерзлоте Она начала подтаивать И фундамент поплыл Нам, жителям умеренных широт В это сложно поверить Но на севере действительно строят Как-то примерно вот так Устойчивая земная дверь Она глубоко Под толстым слоем вечной мерзлоты Фактически льда И именно на него Всем своим весом через сваи И опираются даже высотные многоэтажные дома Больше той операции не на что Вся эта конструкция базируется на предположении Что мерзлота вечно Она не растает никогда Ну а если все-таки растает? Напомню Что глобальное потепление В значительной мере сказывается В более высоких широтах Чем в низких То есть условно говоря Россия северная страна И большая часть ее территории Находится в северных широтах Вот здесь изменения очень существенные Масштабы бедствия все растут Не помогает даже то Что сваи вбиты очень глубоко У этой 15 этажки Они уходят вниз на 12 метров Чтобы следить как ведет себя трещина в стене К ней прикрепляют металлическую табличку И смотрят Разорвется нет Это Разорвалась Значит трещина Увеличивается Там дырка была Палец проходил туда И у улицы видно Вы понимаете что ли И обои клеили Они через месяц уже все В ушлами падают Вот заходим за дом Дом 96-го года постройки Молодой дом Из-за движения мерзлоты Рвутся коммуникации Затапливая все вокруг Зловодными стоками Растущие овраги Подбираются к железным дорогам Вот посмотрите До куда доходила вода Не вода А фекальные воды Вот посмотрите Почему страдают в Якутии Знают на Гавайских островах Дело в том что Именно здесь На склоне вулкана Мауна-Ло На высоте 3,5 километра На высоте Один из главных Мировых центров По контролю За уровнем Углекислого газа В атмосфере Выглядит честно говоря Как человеческое поселение На Марсе Высоко и далеко Потому и выбрали Это место Гавайи Посередине Самого большого океана Вокруг на тысячи километров Нет материков То есть следов Жизнедеятельности человека Никто рядом Не портит воздух И замеры парниковых газов В атмосфере Получаются самыми точными Мы берем Пробы воздуха На вершине башни Оттуда Воздух спускается По трубкам И попадают Измерительные инструменты А какая у нее высота? 40 метров Не стоит подниматься Наверх Если ветрено Очень сильно качает Руководитель обсерватории Джон Барнс В мае 2013 Попал на первые полосы газет Он сообщил Что уровень углекислоты В атмосфере Достиг рекордного Никогда не виданного Человечеством уровня 400 пропромилли Такое раньше было Только 4,5 миллиона лет назад Когда наши предки Австралопитеки Максимум умели Раскалывать камнями орехи Это почасовые измерения СО2 Вот вы видите Самые свежие цифры Осенью они Не такие высокие Как были весной Да, это правда На май пришелся пик После зимы Когда растения Не так сильно Поглощают углекислый газ График этих измерений Идущих с 58-го года Окрестили Эмблемой катастрофы Две параллельно Угрожающие растущих линии Уровень СО2 И средняя температура На планете Они явно Как-то связаны По теории Которая стала Общепринятой К началу 2000-х Главные газы Атмосферы Азот и кислород Их молекулы Состоят всего Из двух атомов Прозрачны Для теплового излучения И не мешают планете Отдавать в космос Полученную от Солнца Энергию Совсем иное дело Многоатомные газы Углекислота Метан Водяной пар Они прозрачны Только для зрения А вот тепловые Инфракрасные лучи Блокируют То есть выступают Как пуховое Одеяло для планеты Которое С увеличением Концентрации Этих газов Разогревается Эффект назвали Парниковым И пугали им Человечество До недавнего времени Пока наблюдения Не показали Теория больше Не объясняет Происходящее За последние 10 лет Глобальная температура Не поднялась Она выросла И остановилась На одном уровне Хотя уровень Углекислого газа Увеличивается И все математические модели Предсказывают потепление Но его нет И мы не понимаем Что происходит Смотрите далее Какие продукты Окажутся под угрозой Из-за нынешних Изменений климата Как ученые Объясняют Жару 2010 И катастрофическое Наводнение В Преамурье А также Люди Которые Уже готовы Встретить холод Посмотрите Какой великолепный Голубой цель Здесь только что Обрушился лед И мы видим Чистый лед Удивительная И завораживающая Картина Тающий На наших глазах Ледник Эсмарк На архипелаге Шпицберген Вместе с глициологом Булатом Мавлюдовым Мы осторожно Подходим На лодки Поближе Это опасно Находиться Очень Потому что Либо волна Может закреснуть Либо обломки Попасть Поэтому Близко Не рекомендуется Бывать Берег Быстрее Так боюсь Что мы прибыли Да Вон у нас сейчас Нас Черт Не Не Нас не прокинули Арктика Тот район По которому Глобальное потепление Ударило Сильнее всего Сводки О катастрофическом Уменьшении Площади ледников Все последние годы Регулярно поступали И отсюда Из Анкарктиды Когда мы Приехали сюда В 2001 году То мы обнаружили Первое значит Что крупные ледники Сильно отступили А второе Что мелкие ледники Которые еще были В начале 20 века Исчезли полностью Сторонники теории Парникового эффекта Призывали срочно Уменьшать выбросы В атмосферу Потому что подсчитали Если человечество Так же продолжит Поставлять углекислый газ То температура Будет расти И тогда растает Вся Антарктида Уровень воды В мировом океане Поднимется Да так что затопит Целые прибрежные государства Но недавно Природа Подкинула сюрприз В последние годы Мы заметили Обратную картину Если раньше Ледники Таяли То сейчас В верхней зоне Появилась Зона накопления Если так будет Продолжаться То Ледники Могут восстановиться И начать Наступать По данным Спутниковых наблюдений Летом 2013 Площадь льдов В Арктике Неожиданно Выросла На 40% По сравнению С прошлым годом И у климатологов Кажется Есть новая теория Которая рисует нам Совсем иное будущее Когда тают ледники То либо откалывается край И превращается В плывущий И медленно плавящийся Айсберг Как вот этот Либо все что натаяло На суше Стекает в океан Ручейками и речками В любом случае Образуется большое количество Очень холодной Прямо таки Ледяной пресной воды И как считают ученые Скоро вот этот самый холод Ощутим мы все Все кто находится В северном полушарии В мордовском селе Большой Игнатово Живет женщина Которая возможно Лучше всех готова К приходу морозных зим Предсказанных учеными Мария Яковлевна Дьякова Уже несколько лет Спит исключительно На открытом воздухе Даже в самую лютую стужу Сейчас я вот сплю с одним одеялом Если начнутся 30-ти градусные морозы И там вихревые снега Вот сильные То я беру два одеяла Особые отношения с холодом Начались из-за болезни В 99-м Мария Яковлевна Тогда учительница математики Узнала, что у нее рак И решила испытать Нетрадиционное средство Заморозить свою болезнь От отчаяния, конечно Искала, много искала И читала И сама думала И стыдила себя Даже страшно вспомнить Я была страшной мерзлячкой раньше Я готова зиму Летом даже ходить В зимнем пальто было Врачи не могут сказать Что стало решающим Экстремальное закаливание Или прием лекарств Но факт остается фактом Рак отступил Нас же больше всего интересует Как она не мерзнет И не простужается Что происходит в организме И какие умения Развела в себе пожилая женщина Которая даже в мороз Ходит в одном платье Это Испания Страна, где проблему глобального потепления Можно в буквальном смысле Почувствовать на вкус Из-за подъема температуры Виноград становится Гораздо слаще, чем был раньше А вино из него Из-за обилия сахаров Делается слишком пьяным И это очень тревожит местных виноделов Здравствуйте, господин Торрес Здравствуйте, господин Торрес Здравствуйте, Сергей Добро пачаловить на виноделле Торрес Спасибо Семья Мигеля Торреса В этом бизнесе уже 300 лет В последнее время погода Никак не дает следовать заветам предков Если температура повышена В Испании она выросла на градус За последние 40 лет То ябре созревают раньше времени Не дожидаясь холодных ночей Коца сентября А холод крайне важен Чтобы дать образоваться Танинам, антоцианам, полифенолам Всему, что отличает хорошее вино От дешевых кислятин Торрес уже присматривает Площадки для виноградников Повыше в горах Поднимает подальше от раскаленной земли Ценные кустики лозы И изучает новые географические возможности Как установил американский ученый Грегори Джонс Карта виноделия в Европе Может радикально поменяться Если погода продолжит капризы Винными станут Исконно пивные страны При нарастании жары Южная Европа Столкнется с тем Что не сможет выращивать Привычные сорта В то же время Из-за потепления Мы видим удачные попытки на севере Вино теперь делают Не только в Германии, Голландии, Англии Но даже в Дании и Швеции Бизнес у виноделов Страдает по той же причине Что погубило дома жителей Приамурья Даже незначительный подъем Средних температур Вызывает разбалансировку в природе И приводит к катастрофам Как именно Совсем недавно Объяснил наш соотечественник Владимир Петухов Работающий в Германии Он изучает атмосферные волны В которых главное то Что они, несмотря на название Никуда не движутся Сами по себе Эти гигантские стоячие атмосферы И волны Это тоже уже Декое новое явление Это, так сказать Начало 21 века Дарят Вот такие сюрпризы Сюрпризы Потому что до недавних пор Воздушные потоки В наших широтах Двигались с запада на восток Как по скоростной магистрали Узнаваемая картинка От гидрометцентра Жара, мороз, дождь Задерживались в регионах Максимум на неделю-полторы Все изменило потепление Мы оказались между Двумя его эпицентрами Сильнее всего земля Нагревается в субтропиках И Арктике А у нас периодически Формируется Энергетический колодец Между ветрами От двух потоков Восходящего нагретого воздуха На погодной магистрали Средних широт Образуются пробки Жара, мороз, дождь Надолго застревают В одном и том же месте Этой осенью Именно так случилось На Дальнем Востоке Где над Амуром и его притоками На многие недели Зависли дождевые тучи А это могло произойти Только при глобальном потеплении И тогда, когда разница Нагрева суши и океана Увеличивалась И за счет этого На территории Бассейна реки Амур А это почти 2 миллиона квадратных километров Вели дожди Вот эти вот муссонные И циклон там стоял Потому что он очень стимулировался Разница вот подогрева океана и суши Антициклон стоял блокирующий Над Тихим океаном Не выпуская циклона Циклон там лел, лел, лел А бесконечные потоки воздуха С Тихого океана Которые приносили воду Давали вот эту пищу Этим циклонам Получив невиданное количество воды Амур разлился так Что затопил почти 400 населенных пунктов Эвакуировали около 30 тысяч жителей А в Китае тогда же спасли почти миллион Гигантские территории В раз перестали быть жилыми Ну как-то не верила Честно говоря Совсем не верила Что сразу раз вода И так пьет Некоторые цветы подтопило После на тротуар После крыльцу Уже мостики когда сколотил Нельзя было бы в тротуар выходить А после Как в фильме ужасов Точно так же Из-за долгого стояния Блокирующих антициклонов Наступила и аномальная жара Летом 2010 И необычайно долгие морозы В начале 2012 Когда Геннадий Онищенко Пугал простудой Митингующих в центре Москвы Погодные катаклизмы А не просто Общее повышение температуры Вот чем на самом деле страшны Изменения климата Я укипал Да вот уже Чего хотите Пора прекратить Говорить о глобалистах И начать говорить Об экстремах Они уже здесь И они уже катастрофические Напуганные Возможными Катастрофическими Последствиями Глобального потепления Европейцы даже решили На всякий случай Создать Аварийный запас Семян растений Со всего мира Чтобы восстановить Культуру В случае необходимости Спрятанный В глубокой шахте В неприступных скалах Шпицбергена Этот спасательный фонд Человечества Неофициально называют Хранилищем судного дня Норвежцы потратили На проект 9 миллионов евро Каждой стране В этом ноевом ковчеге Выделили свой отсек И конечная цель Собрать семена Всех сельскохозяйственных Растений Со всего мира Создатели заявляют Что хранилищу С его взрывобезопасными Дверьми И шлюзовыми камерами Не страшны ни погода Ни астероид Ни ядерная война Смотрите далее Почему у нашей планеты Сработал естественный Климат-контроль Как потепление Может привести К похолоданию У кого из россиян Есть гены Устойчивости к холоду И как к морозам Могут подготовиться Все остальные Мы находимся Недалеко от Бостона На Атлантическом Побережье Соединенных Штатов Доктор наук Андрей Прошутинский Показывает место Где работает С начала 90-х После эмиграции Из Советского Союза Легендарный Океанографический Институт Вудсхол Сотрудники которого Когда-то нашли Титаник Спускались в Марианскую Впадину И кажется Ведают всеми Тайнами океана И его воздействия На погоду Раньше Северный Ледовит И океан Вообще не учитывался И совсем только недавно Начали В эти модели Вводить Тайные льда Вот эта пресная вода Может регулировать Клипнуть По крайней мере Северного полушария Или Северной Атлантики Европы И Америки Каждое лето Прошутинский Только до определенного Предела Раз в несколько десятилетий Она переполняется Начинает Раскручиваться В обратную сторону Против часовой стрелки Выпускает Свои запасы И тогда Холодная пресная вода Вытекает на юг Накрывая Тонким слоем Теплое течение Гольфстрим Который обычно работает Грелкой для Европы Именно из-за него Там так комфортно Для столь северных широт Если Гольфстрим Прикрыть сверху Чем-то холодным Тепло он больше Отдавать не сможет Можно мне пожалуйста И не взбалтывать И не смешивать Спасибо Я надеюсь Что сейчас у нас получится Не просто коктейль А наглядная модель Того что происходит В океане Мы привыкли думать Что там все просто Сверху вода теплее Потому что греет солнце Чем глубже Тем она холоднее На самом деле Ничего подобного Никакой равномерности Течение Реки И другие источники Поступления воды Это как напитки Из разных бутылок И эти напитки Между собой перемешиваются С большим трудом Периодически даже бывает Парадоксальная ситуация При которой Более теплая вода Находится Глубже холодной Так бывает Когда Холодная Гораздо более Пресная А потому Легкая Так уже бывало В истории 60-е и 70-е годы Многим запомнились Своими морозными зимами Климатологи уверены Виноват тогда Был океан Явлению дали имя Великая соленостная аномалия Вода из моря по форту Вылилась на гольфстрим И на долгие годы Подморозила Европу В 70-е годы В 70-е годы было холодно Я как раз Заканчивал Закончил школу В 68-м году Но Зимы были Суровые Больше всего Ученых интересует Сейчас вопрос Почему Нынешний цикл Накопления пресной воды В море Бафорта Длится Аномально долго И что будет Когда воронка Немного Прорвется Сейчас мы Как раз Пришли к тому моменту Когда Северный Ледовитый океан Накопил Безумное количество Пресной воды Если Пресная вода Выпустить То Мы увидим Видимо Такое же Похолодание Когда же Начнется Чтобы иметь Более или менее Точные прогнозы Океанологи Снимают с моря Бафорта Непрерывную Круглосуточную Кардиограмму Запускают туда Сотни Автономных буев В которых Вверх-вниз По стальному тросу Ездит Измеритель Температуры И солености А сотрудники Вудсхола Каждый год Разыскивают Свои приборы Меняя батарейки И поддерживая В рабочем состоянии Вот посмотрите сюда Скорее всего Он попал В лапы К белым медведям Им явно Хотелось понять Съедобный он Или нет Данные Из этих буев Тут же Отправляются На спутник И становятся Доступны Ученым Всего мира Математик Из России Николай Дианский Один из тех Кто на основе Этих цифр Составляет Модели Изменения Погоды Его расчеты Показывают В ближайшее время Великая соленостная Аномалия Повторится Воронка Больше не может Удерживать Невероятную массу Холодной воды И ее там Больше чем Бывало в прошлом Возможно Виновата И деятельность Человека Которая привела К более интенсивному Таянию льдов Похолодает В среднем На несколько десятых Градуса Но история Уже знала Примеры Когда этого Было достаточно Чтобы пришли Волод И смерть Виноват Кстати Тоже был океан Перенос тепла Дальфстримом Почему-то Переставал работать Похолодание Средневекового Это Малоледниковый Период Есть теория Что оно Было вызвано Именно замедлением Термохолиной Циркуляции Когда В целом По глобусу Температура Упала на 0,8 Градуса всего Но это привело К катастрофическим Последствиям В той же самой Европе Когда было Замертое похолодание Замерзала Темза Средиземное море Начало Малоледникового Периода в Европе Датируют 1300 годом И это поразительно Как сильно Повлияло тогда На людей Небольшое Если верить Средним цифрам Понижение температуры Европейцы Были совершенно Не готовы К наступлению Малого Ледникового Периода Они привыкли Жить в фазу Средневекового Потепления Когда процветали Сельское хозяйство Торговля Богатая Флоренция Например Как раз Накануне 1300 года Решила начать Строительство Своей будущей Жемчужины Собора Санта Мария Дель Фьоре Из-за наступившего Похолодания Неурожайные годы Стали следовать Один за другим И голод В сочетании С холодом Подорвал иммунитет Местных жителей В том числе И это Стало одной из причин Победного шествия Начавшейся эпидемии Чумы О чем Со всеми подробностями Рассказывает экспозиция В местном музее По данным историков В ходе той эпидемии От черной смерти Бубонной чумы В Европе погибло Треть населения 25 миллионов человек Кстати и бактерия чумы Самый смертоносный Возбудитель в истории Человечества Возникла из-за холода Во время большого Ледникового периода Вот этот симпатичный Зверек Монгольский Сурок-Тарбаган Проводил очень много Времени в норах И так тесно Сосуществовал С живущими на нем Паразитами Что произошла Мутация Безобидная бактерия Псевдотуберкулеза Превратилась В чуму И не факт Что нечто подобное При новых капризах погоды Не может повториться И если представить Что доступит Новый ледниковый период То непременно Эти новые Климатические изменения Наложатся на изменения Созданные человеком И это безусловно Приведет к появлению Новых Горазных болезней Если наступит Новый ледниковый период То и просто Не замерзнуть Уже будет везением Как это удается Мордовской пенсионерке Спящей только на морозе Мы предложили Марии Яковлевне Приехать в Москву И пройти обследование В федеральном Научном центре Физкультуры и спорта Она согласилась Но сразу возник вопрос А как же Без привычной кровати В саду Я бы Всем людям Кто может ходить Двигаться Я бы всем Советовала Обязательно Переходить Спать на улицу В общем Ночь перед визитом К врачам Наша героиня Решила провести На балконе С видом на Арбатские дворики Скоро мы узнаем Что покажут анализы В чем Секрет Ее морозоустойчивость И обнаружили Что у них Наследственная мутация Которая повышает Активность Щитовидной железы Это позволяет Организму Вырабатывать Больше тепла И лучше Противостоять морозу Но большинство Северян Конечно Лишены Таких генов И приспосабливаются Как могут Например На знаменитом Полюсе холода В Аймиконе Зимой здесь Круглосуточно Не глушат машины Потому что Иначе потом Не завестись А коровам Перед прогулкой Надевают Стеганные Бюстгальтеры Постоянно Стоят Холода Свышая Минус 50 градусов Мороза В это время Отделивший коров Надевает Защитные Ватные Приспособления В виде Мешочка Наши предки С давних времен Это используют Для защиты От отморожения Соскоб имени Учиться Сосуществовать С холодом Возможно Надо нам всем Кроме океанологов Понижение температуры Предрекают Астрономы К охлаждающей силе воды Может присоединиться Ленивое солнце Это Любимая игрушка Астрономов Объясняющая Почему на земле Время от времени Меняется климат Детский волчок Юла Смотрите Ее ось Не стоит на месте А качается Туда Сюда Точно так же Делает и планета Земля Плюс еще Орбита у Земли Не идеально Круглая А вытянутая Причем Непостоянной формы И планета Оказывается То ближе То дальше От Солнца Когда Одно Накладывается На другое И наступает Ледниковый период То самое Средневековое Похолодание Часть исследователей Связывает его Именно с солнечными циклами С перерывами Растянулось На полтысячелетия С 14 до 19 века В частности Ледние периоды Если были То очень Непродолжительные И весна Затяжная Переходила Сразу В ось Зима была Ужасная Но совершенно Непривычная Для нашего Современного Глаза Когда Замерзала Сено Когда Все Голландские Каналы Замерзали И можно было Достаточно Долго Кататься На коньках Масса Картин Париж В снегу Юг Италии Там скажем В снегу Как говорит Астрофизик Сергей Богачев В последнее время Наше светило Опять ведет себя Как-то странно Ученые До конца Не понимают Что там происходит Солнце Сейчас переживает Довольно Необычный период Исторический Но последние Нужно Четыре года Находится В стране Очень низкой активности Она прошла Вначале Очень глубокий Минимум активности Когда солнце Активность Упала почти до нуля Это необычно Потому что Даже в минимум Солнечном стекле Какие-то вспышки Есть, боли есть Как это отразится На климате И не начнется ли На планете Новый ледниковый период Никто сказать Не берется Дело в том Что постоянные Измерения СО2 Например Идут на планете Всего 70 лет А в масштабах Истории Земли Это буквально Один миг Информация О более давнем Прошлом Собирается Очень интересными Но косвенными методами Наденьте эту куртку Мы зайдем В магазинную камеру Там минус 25 Минус 25? Да Это Копенгаген Подземный холодильник В институте Имени Нильса Бора Тут хранят Добытые Во время ежегодных Экспедиций В Гренландию Цилиндрические Образцы Вековых льдов Ученых интересуют Сохранившиеся внутри Пузырьки воздуха Тысячелетней давности Их состав Анализируют Сопоставляют С другими данными И оказывается Что нынешние рекордные уровни Уликислого газа Человекам Конечно Не виданы Нынешние концентрации Совершенно экстремальны Но это если Рассматривать Лишь последние Пару-тройку миллионов лет То же самое Что посмотреть Пару минут Вечером на улицу И сделать вывод Что нормой Является темнота В долгой истории Земли Не раз бывало И теплее Во времена Ивана Грозного В феврале месяце Под Москвой Не в под Москвой Даже в самой Москве Коровки травку Щипали зеленую В феврале месяце То есть это можно себе Представить Какой теплый период В эпоху динозавров Температура была Выше нынешней На 10 градусов И углекислого газа Содержалось больше Похоже Единственное Железное правило У климата Нашей планеты То что он Непрерывно меняется От холода К жаре И обратно Как ученому Мне может интересно Было бы пережить Маленький период Но к человеку Конечно же Океанолог Ллойд Кейгвин В своих путешествиях Много общался С российскими И советскими коллегами Периодически Он переходит На русский язык Рассказывая Про предмет Своей любви Спрессованный Эпохами Морской ил Это прекрасная грязь Со дна Берингового моря Этот образец Его возраст Я не знаю Точно Примерно 2000 лет Си Кейгвин Исследует Климат Прошлого По ракушкам Крохотных Донных моллюсков Фораминифер Их строение Очень зависит От количества Проплывающей Мимо пищи И они Как годовые Кольца деревьев Четко отражают Было рядом Теплое питательное Течение Или нет Образцы Отложений Из гольфстрима Неопровержимо доказывают Случались времена Когда главная грелка Европы Практически Переставала работать Гольфстрим Гольфстрим очень сильно Менялся в прошлом И его последние Серьезные замедления Совпадают по времени С последними Ледниковыми Периодами Большим и малым А 13 тысяч лет назад Огромное озеро Холодной пресной воды От растаявших ледников Хлынулось В океан И опять Похолодало Примерно на тысячу лет Вы не находите? Это немного похоже На то, что предсказывает Сейчас Мой коллега Прошутинский Среди климатологов Растет убеждение Колебание температур На земле Естественный И неизбежный процесс Конечно Бороться с выбросами В атмосферу Это полезно Потому что Воздух становится чище Да и лишний углекислый газ Конечно Прибавляет Опасных долей Градуса По теплению Но если быть честными Погодой управляют силы Не находящиеся В нашей власти А нам остается Только приспосабливаться Если удастся Но вообще-то Любые прогнозы погоды В один миг Может отменить Сила, которая скрыта В недрах земли Это вулканы Если вы думаете Что вас не коснется Вполне возможное Извержение Где-нибудь В Африке Или Южной Америке То вы Ошибаетесь Это национальный парк Вулканов На Кавайских островах Лучшее в мире место Чтобы увидеть Скрытую в недрах земли Невероятную мощь Коренные жители Этих мест Полинезийцы До сих пор верят Что в кратере Килауэа Живет могущественная Богиня Пеле И приносит ей подарки Для многочисленных Туристов Все безопасно Вокруг сотни датчиков И сотрудники парка Вовремя эвакуируют Посетителей Если начинается Извержение Весь этот вулкан Покрыт многочисленными Сейсмометрами Спутниковыми сенсорами Дежурят геологи Мы вовремя узнаем О малейших подвижках В кратере Например Вон та дорога За моей спиной Мы закрыли ее Ровно за месяц До того Как там рвануло И никто не пострадал Кавайские вулканы Имеют такой мирный нрав И смотрятся так эффектно Что стали одной из Миробых Туристических Достопримечательностей Но не все вулканы мира Так дружелюбные Уже знакомый нам Доктор Барнс Из обсерватории Мауна-Лоа Меряет не только углекислый газ Каждую ночь Он включает зеленый лазер Который светит в небо Упираясь прямо в Млечный Путь Специальные камеры Видят все твердые частицы Которые попадают в луч На высоте до 80 километров Так изучают Влияние вулканов на климат Дело в том Что подобное бывало Уже не раз Сильное извержение Приводит к попаданию На большие высоты Огромного количества Разных веществ Прежде всего оксида серы Который, соединяясь С водяным паром Превращается в серную кислоту Ее капельки заслоняют солнце И на земле наступает Мини-ядерная зима Вот у доктора Барнса График последних извержений После каждого крупного Температура на планете Падала так, что Перекрывала все глобальное потепление Это данные наших лазерных наблюдений С 1970 года Вы видите два больших пика Рост концентрации частиц В стратосфере После извержения вулканов Эль-Чичон в Мексике И Пенатулу на Филиппине Тогда, в 91-м Средняя температура на земле Понизилась на целый год И на целый градус По мнению многих исследователей Именно извержение вулкана Причем далекого В Южной Америке Стало одной из причин Смутного времени в России Вулкан назывался Уайна Путина И наступившее похолодание Не дало Борису Годунову Проявить свои таланты Лидера нации Бунты начала 17 века Первые годы Собственно говоря Были вызваны не урожаем А в свою очередь Не урожай был вызван Холодными условиями Холодным летом А крестьянин в то время Мог питаться только со своего огорода Это привело к времени Которое назвали смутное время И оно очень хорошо Подходит смутное Мутное Смутное Темное время А вызвано это было Далеким-далеким Извержением вулкана Когда такое произойдет В следующий раз Никто не знает Дело в том Что большинство опасных вулканов Находятся в странах Третьего мира В Азии Африке Южной Америки И там нет Никакого непрерывного Мониторинга О чем Очень сокрушаются В своих видеодневниках Во время экспедиций Западные вулканологи Это трещина Фумарола Я не знала Что они здесь есть Я не могу спать Постоянно об этом думать Извержение может начаться В любой момент И мы не способны Предсказать это Не было постоянных наблюдений Всего за две недели Все вокруг Может быть уничтожено Димы могут стать Самыми холодными За последние века Миллиарды людей Могут остаться без еды На морозе Смотрите далее Как спастись от морозов Почему выход на улицу Без перчаток Может закончиться Инфарктом И в чем секрет Холодоустойчивости Мордовской пенсионерки Спящей только на улице Экстремальные колебания Температур Вполне вероятные В ближайшие годы Для многих Могут быть смертельны И речь вовсе Не только о бездомных Врачи предупреждают Каждую зиму К ним поступают Пациенты с инфарктом Вызванным отсутствием перчаток Для того чтобы оценить Как реагирует Наш организм На стрессовый фактор В том числе на холод На холодовое воздействие Мы опустим Вашу руку В тазик с холодной водой На 5-6 минут Дело в том Что сосуды в ладонях И сердце Связаны рефлексом И когда Смотрите Руки охлаждаются И сосуды там Автоматически сужаются То же самое происходит И в сердце Если там есть Хотя бы небольшие Атеросклеротические бляшки Спазм может привести К сердечному приступу А для того чтобы возник инфаркт Надо 5-7 минут Для того чтобы возник инфаркт Надо спазму От получаса до 3 часов Это ведь так мало А жизнь же оказывается Такая короткая Но она же интересная Хочется пожить И вот это вот Бравада Получасовая с холодом А потом окажется Последствия могут быть Достаточно сложными Поэтому никогда Не заигрывайте с холодом Его надо принимать всерьез Мария Яковлевна Дьякова Теплую одежду Категорически не признает Говорит Развела в себе Способность противостоять холоду Она действительно Спит только на открытом воздухе И как-то Не замерзает И не болеет Вы знаете Я вот иногда Все-таки удивляюсь Уникальности Всех тех людей Которые к нам приходят Обследование В Федеральном научном центре Физкультуры и спорта Увы Не дало ответа на вопрос Что дает ей Эту стойкость Видимо Колоссальный по силе Аутотренинг Развивший способности мозга Но мы получили Другой феноменальный результат Холод Сделал из пенсионерки Почти пионерку Мы предполагали Что ваш биологический возраст Значительно должен быть меньше Чем паспортный На целых Девять лет Представляете То есть вы такая большая молодец Вам сейчас 55 лет Я думаю Что это вас сильно должно радовать Не исключена вероятность Что это именно из-за того Что у вас такой Своеобразный Но очень Кислородный Я бы сказала Образ жизни Теплые зимы Последних лет Чего уж тут лукавить Расслабили многих из нас Истории о морозах 1941 Или стужи 1812 Воспринимаются как Сказки из прошлого Но климат Вещь изменчивая Все может повториться И потепление Это не навсегда Утешает только одно Похолодание Тоже не будет вечным Когда-нибудь все Снова оттает Главное Чтобы с нами Не случилось Как с динозаврами Которые в свое время Такого не пережили Я нисколько не сомневаюсь Что природа Она нам Только помогает Вот даже Вот этими Своими катастрофами Она как бы Дает нам понять Что Ребята Обратите внимание На это